Приветствую вас, ситуация, конечно, у вас довольно-таки непростая, вот, и, пожалуй, начну я с очень интересного дополнения, которое вы дописали буквально после, ну, спустя небольшое количество времени, после публикации своего вопроса, вот, значит, вы пишете, что просто я не знал тогда еще, какой образ жизни тут планируется с мой дядей, понимая это уже позже разговором, когда билеты были уже куплены, в дальнейшем я такой ошибки не допущу, вот только сейчас, я вас о другом спрашиваю, а не о том, как мне повернуть время спать. Вот, я понимаю вас очень хорошо, понимаю, что, в общем-то, вам не было приятно, как вам ответили психологи, но, понимаете, в чем дело? Вот, давайте зайдем по вашему тексту. Совсем недавно мы переехали с мужем на Кипр, говорите вы, и сразу же мой дядя решил приехать к нам в гости. Мы не особо близки, когда мы жили на одной улице много лет, он даже в гости ни разу не зашел, а теперь приезжает на целых две недели к нам в небольшую квартиру. Вот, понимаете, казалось бы, зачем вам психологи говорят о том, почему вы поступили именно вот так, да, позволили ему приехать. Дело здесь немножко не в том, что сейчас уже поздно, время повернуть спать нельзя, билеты вернуть, наверное, тоже нельзя, вот. Дело не в этом. Дело в том, что, имея в виду определенную ситуацию, да, вы поверили своему дяде, что он приехал к вам, хочет приехать к вам ради вас получать. Знаете, о чем мы дядя 3? То есть вы поверили в хорошую мотивацию вашего дяди, хотя на протяжении многих лет он к вам вообще никак своего внимания не проявлял. И здесь как бы вопрос, а что заставляет вас проявлять подобную надежду на то, что дядя внезапно к вам поменялся? Что заставляет? Она неуверенна в себе, чувство вины, может быть, страх. Понимаете, вот это для психолога важно. И, понимаете, если это что-то вот такое есть у вас, то с этим нужно наборами, потому что вы сами вредите себе. Если вы в другой раз, как вы говорите, не повторите этого, то, может быть, повторите что-то другое, что-то иное, к сожалению. Потому что вы будете бороться с формой, с проявлением, но не будете смотреть вскоре в свои проблемы. А она именно в том, что вам не двигало, когда вы позволяли дяде приехать в свою квартиру. Для дальнейшей жизни важно это. Но, тем не менее, данный аспект не является задержанным на ваш вопрос, просто хочу немножечко, как бы так, встать на защиту своих коллег, если угодно, и немножечко пытаться объяснить вам, для чего мои коллеги, да и я в том числе, если бы отвечал ранее, задал бы вам этот вопрос. Ну, может быть, я только объяснил бы вам, зачем я это хочу узнать, и почему я вам это говорю. Чтобы вы не подумали, что я читаю вам нотацию. Вот нотации я читать кому-либо не собираюсь, в том числе и вам. Значит, давайте первое. Давайте первое. Значит, смотрите. Вы оказались в этой ситуации с учетом тех аспектов, которые я уже вам озвучил из вашего текста. Вы понимаете, что дядя приезжает на Кипр для себя, не для вас. Просто появилась возможность бесплатно, на халяву практически, да, отдохнуть на Кипре. Он к вам и приезжает, на две недели. То есть, это такой вот эгоистичный человек, да, эгоистичный. Человек, который думает только о себе. И никакая вежливость, если я правильно вас понял, да, никакая тактичность не поможет здесь что-либо исправить. Значит, вам нужно думать о себе. Допустим, билеты вы уже купили. Ладно. Хорошо, билеты уже купили. Подумайте. Может быть, имеет смысл сказать дядю, что вот ты знаешь, так получилось, что у нас вот квартира, она небольшая, она будет неудобна. Мы так, мы будем посоветовались, мы будем подумали и пресекуливать, что нам будет всем вместе в районе жить неудобно. Вот поэтому, не мог бы ты, там, допустим, снять гостиницу там, или, может быть, мы тебе поможем снять гостиницу. Знаете, о чем идет речь, автор? Вопрос. Вы стараетесь отделаться малой кровью, меньшей кровью, чтобы дядя, например, гостил вас, но приходил, если он приходил бы пьяный, то не к вам, а к себе в гостиницу. И вы, если что, даже могли бы его, например, туда отвезти, могли бы, например, его туда проводить, ну и так далее, и так далее. Понимаете, о чем идет речь? То есть вы, я понимаю, что это для вас траты, я понимаю, что оплата гостиницы, это может оказаться для вас серьезной стратой денег, но, поскольку для вас это большой стресс, то, соответственно, я думаю, что денежные вложения здесь для того, чтобы у вас не было этого стресса, ну, хороший вариант. Опять же, можно подобрать гостиницу, опять же, можно поговорить с дядей, чтобы рассказать ему, что вот, может быть, сперва, что ты платишь за гостиницу, а потом, если ему не понравилось, то сказать, что давай пополам будем платить за гостиницу, ну, в общем, как-то вот поторговаться и прийти к какому-то решению максимально выгодному для вас. Выпишите, что для меня это очень большой стресс. Ну, я не могла сказать не приезжать. Я пытаюсь, но об этом вам уже много раз говорили, поэтому не буду повторяться. Я пытаюсь не накручивать себя, но я, во-первых, не знаю, что с ним тут делать столько времени, он будет меня смущать. Ну, это очень интересный, на мой взгляд, как бы аспект вы понимаете. Вы говорите, я не знаю, что с ним делать столько времени, а почему вообще вы должны знать, что с ним делать? Человек приезжает к вам гости, и вы совершенно не обязаны его занимать. У вас свои дела, у него свои дела. Есть хорошая поговорка, что гости в первый день это золото, в гости в второй день это серебро, ну, а дальше, я надеюсь, вам понятно. И правда в том, что вам нужно вести себя именно так. То есть максимально конкретно дать понять дяде, что вы не собираетесь ради него менять свой распорядок дня. То есть первый день, когда он приедет, вы можете с ним, там, походить, посидеть, там, отметить, да, там, как обычно бывает, но второй день уже вы занимаетесь своими делами, и все. И дядя очень быстро поймет, что вы не настроены на то, чтобы его, там, развлекать, занимать и прочее, 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 прочее. Еще раз, это ваше право. Но я боюсь, я серьезно боюсь, что вы не сможете так сделать. По той же причине, что вы не смогли ему отказать. По той же причине, что вы поверили в то, что он приезжает ради вас. Ну, вот, как я понял из вашего дополнения, вы думали, что он приезжает к вам. Ну, или, по крайней мере, показалось. Ну, вот. То есть вот что-то вас спровоцировало на то, чтобы позволить ему приехать, да, пригласиться на это. И вот то же самое может вам и помешать вести себя так. Это, я еще раз повторю, такая неуверенность, может быть, может быть, это чувство вины ваше, ну, вот, брат, не знаю, перед тем, может быть, перед ней, может быть, перед собой. Может быть, еще какие-то мотивы у вас есть. Тут уже, ну, да, разбираться. Но, правда в том, что вот это, это играет очень серьезную для вас роль. Далее. Значит, он будет меня смущать. Ну, вот, что это значит, не совсем понятно, почему он будет вас смущать, чем он будет вас смущать. Знаете, смущение – это всегда ощущение человеком стеснения в контексте другого. То есть я стесняю другого человека, он меня смущает. И мне какой-то вопрос, а почему вы стесняетесь? Что вы в себе не принимаете такого, что заставляет сразу смущаться. И опять же, то, что вы в себе не принимаете, вполне вероятно, мешает вам о жизни вообще. И это же самое опосредовало то, что вы сквозили на его приезд. То есть, это не закончилось. Даже несмотря на то, что вы поняли, что поступили неправильно, это, к сожалению, не закончилось. Вот то, то, что вами двигало, да, то, что вами двигало, когда вы хотели, чтобы дядя приехал, то, что вам двигало, когда вы соглашались, оно проявляется как бы еще. Сейчас. В том же вас это смущает. Если вот вы пойдете по второму направлению, что вы в себе не принимаете, ну, вы сможете от этого издать же и, собственно, не испытывать стеснения и чувствовать себя более свободным. Далее. Во-вторых, я не уверен даже, собирается ли он тут себя вообще платить в плане питания, потому что у него понятия странные. Ну, вообще, я вам скажу так, что, как правило, если люди, если приезжают в гости, да, они за питание не платят. То есть это вот, ну, такой, довольно общепринятый стиль гостевого доступа, да, что вот человек приезжает, если он за питание не платит. Да, он может там что-то купить, купить. Да, он может что-то там покупать, что-то стараться какой-то, какой-то вот вклад вносить, но правда, заключается в том, что человек не собирается вообще, иначе не обязан как-то вот оплачивать свое питание, ну, просто потому что считается, что если в гости пригласили, ну, значит, могут прокормить еще одного человека. Иначе бы в гости не приглашали. И здесь опять же, опять же, здесь всплывает вопрос вашей мотивации. Заметьте, не того, что вы неправильно поступили, это не то. Именно что вам двигало, о чем вы думали, и как вы себе представляли, важно совместное призывание. Приживание, особенно если он вас смущает, и особенно если вот из разговоров с ним вы узнали, что он не собирается платить за свое питание, и вы не приходите пьяные. Ну, опять же, что вам не дает сказать ему, что вас это не устраивает, какие вот установки вам мешают отказаться от своих слов, какие установки мешают вам внести корректировки, вот свое приглашение, будучи хозяйкой дома, ну, это вот нужно выяснять. Но, вы можете дяде, а это, по сути, единственное, что для вас это реально, вы можете дяде сразу бы приедут сказать, что деньгами у вас напряженка, и что будет здорово, если он будет сам себя обеспечен, он должен вам хватать только на питание для двоих, вот. В принципе, все. Ну, можно, знаете, можно в первый день, например, его накормить, а во второй день приготовить чисто только для ваза их, да, и вот, как бы, показать дядю, что откровенно не хватает. И либо он сам поймет, ну, а если не поймет, то вы уже тогда сами ему скажете об этом. То есть, опять же, ничего такого нет. У меня появилось ощущение, что вы, дядя, что его именно боитесь. Вот. Хотите сказать, но интересно, почему. Далее. Вы пишите, значит, скажите «Ерунда, обстраненные с тем, что я боюсь, что он будет пить и приходить пьяным». Опять же, если человек пьяный и бугойный, то есть представляет опасность и дискомфорт для окружающих в тот момент, когда выпьет, то вы, как хозяйка квартиры, имеете право установить определенные правила. То есть, этот человек приезжает в гости, он должен следовать тем правилам, которые установлены в этом доме, объективно. Ну, то есть, например, грубо говоря, не шуметь там после определенного времени, когда хозяева привыкли ложиться спать, там, что-то еще, там, не курить, если, например, хозяева не курят в доме, нет сигарет, ну и, собственно, если хозяева не пьют, то если и употребляют алкоголь, то только самостоятельно и только заскочен, потому что хозяева алкоголь не пьют. То есть, если человек приезжает в гости, он обязан соблюдать правила, установленные в вашем доме. И, соответственно, возникает вопрос, если у вас эти правила, и готовы ли вы их обеспечивать, эти правила, и что стоит за препятствиями, возможными препятствиями обеспечения этих правил? Опять же, неуверенность в себе, опять же, страх, опять же, может быть, что-то еще, то с этим нужно разбираться. И если вот дядя ваш придет, например, пьяный домой один раз к вам, и вам не понравится, как он себя ведет и что делает, вы имеете полное право, как хозяйка дома, ну, может быть, в Среднуре, но вообще, в силу того, что это, кстати, ваш дядя, вы можете, вы должны ему сказать, что вас не узнают, и что, если он хочет, если он хочет гостить вас, чтобы он не приходил пьяным, либо, если он хочет накрываться, но пусть снимает гостиницу, а эту гостиницу пусть снимает он за свой счет, вы ему ее оплачивать не собираетесь. Вот, в этом случае. В случае непосредственного, так сказать, разбора с проблемой. Я думаю, что для человека, который не тот, чтобы имеет странные понятия, как вы говорите, здесь, скорее, вы немного странно его обрадуете, а здесь, конечно, человек просто не думает ни о ком, кроме себя, и откровенно вас использует. Но это уже другой вопрос, почему он себя так всегда ведет, вам от этого, в данном случае, не холодно, не горячо, да? Понимаете, о чем идет речь, я надеюсь. Вот. Что делать, чтобы эти две недели не превратились в кошмары для меня? Ну, в принципе, вам сказал. Человек с лекаби, без понятия, к тому не обидчивый. Разумеется, я не хочу накалять обстановку, как меня себя вести, я не представляю, подскажите, пожалуйста. Ну, вот почему вы, опять же, боитесь обстановку накалять, и почему вы не хотите его обижать, даже ценой собственного комфорта? Опять же, очень интересный вопрос. То есть, получается, что? А, что дядя может вести себя как угодно, и вы, что, все это собираетесь терпеть? То есть, вы не собираетесь защищать, например, свой дом, защищать свои порядки, защищать свои устоты и так далее. А что будет, если у вас ребенок появится, и дядя приедет? Вы тоже будете так себя вести? Ну, вот, понимаете, что-то довольно-таки складывается вот такая, не очень, как бы, приятная, да? И дабы эту ситуацию как-то изменить, вам нужно установить свои личные границы. Вам нужно установить ту грань, которую дядя приступать не может, не имеет права, и пускай он обижается этой его проблемой. Почему вы прислушиваетесь к нему и думаете о нем с учетом ваших отношений с ним? Что доставляет вас это делать? Вот это очень важный вопрос. Ну, вот вы говорите, что, значит, поняла вы все вот эти вот моменты, да, образ жизни, которые планируют вести мой дядя, я поняла уже позже, когда разговаривала с ним, и когда билеты уже были куплены. И, опять же, подумайте над тем вопросом, который я вам задал. Он очень важный, этот вопрос. Понимаете, в бытовых вещах, особенно если человек не думает о космос, кроме самого себя, нужно только отстаивать то, что вам некомфортно. То есть, иными словами, вы избегаете всяческих оценочных суждений по отношению к дяде вообще и стараетесь только говорить о том, что он нравится и что он не нравится вам, и что вы не собираетесь терпеть дискомфорт из-за того, что у вас гостит дядя. И какие бы понятия дяди не были, но, простите, в дом приедет год, следует соблюдать правила того дома, в котором он гостит. Если он этого не делает, в рот невоспитанный человек. Ну, а невоспитанному человеку, соответственно, и отношение к такое же. Но другой вопрос в том, готовы ли вы это отношение обеспечить, и что вам не дает это сделать. Вот это вот куда более важный, на мой взгляд, вопрос. С ним могу с вами поработать. Если хотите, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.